Сегодняшний выпуск жизни в Китае посвящен виртуальной стране, но от этого она не менее замечательная, которая называется гурмания. И в этой самой гурмании есть отдельные маленькие области, которые тоже называются по-своему. Ну, к примеру, в Приморском крае это приморские гурманчики. Это суть сегодняшней программы. Но чтобы вам было более понятно, что это такое, откуда это взялось, как родилось и к чему движется все это безобразие, сначала немного предисловия. Итак, меня зовут Александр Карпенко и вот уже 10 лет как я живу в Китае, к моменту записи программы. Конечно, это не могло не наложить отпечаток на мою жизнь. И в первую очередь вот какой. Все 10 лет меня постоянно спрашивают, едят ли в Китае мышей, как у вас обстоят дела с тараканами, скорпионами, змеями. В общем, если честно, то ну вот, достали. И мне пришла в голову мысль, а почему бы в Инстаграм, например, или еще где-то не создать какую-нибудь страничку, на которую опубликовать, ну, с десяток китайских рецептов, самых-самых, которые знают во всем мире. И чтобы люди, когда задают мне такие вопросы, сами уже видели и понимали, что Китай это не просто мифы и разные грязные сплетни. Это великая культура, которая достойна уважения. И не просто уважения, а изучения. Подумал-подумал, да и сделал. Открыл страничку Карпенко Чайна и выложил с десяток рецептов. И я не думал, что это может оказаться началом нового движения. Движением любителей китайской кухни. Многие люди думают, как бы найти подписчиков. Устраивают всякие розыгрыши, батлы, что только не делают. А у меня подписчики начали сыпаться, как из рога изобилия. Я был искренне удивлен, чего это такого я сделал, что людям так стало интересно. Я покопался в сети и понял, что реально представление о китайской кухне у людей сильно ограниченное. Это либо переводчики, которые переводят и не понимают, что переводят. Либо другая часть людей, которые тоже хотели бы знать секреты китайской кухни. Но в результате это делают по наидию. Так, по-моему, там присутствует капуста. Да, по-моему, соевый соус, немножко перца. А может добавить еще молосянь? И так рождались рецепты. Конечно, к аутентичным китайским рецептам они не имели никакого отношения. Честно признаться, я сам не знал, что с этим делать. В комментариях началась какая-то возня. Кто-то стал поливать грязь. Я не понял, как я оказался в этом месте. Но в таком состоянии это оставлять нельзя было. Нужно наводить порядок, брать метлу, выметать мусор. Ну и, в общем, придумать какие-то законы, по которым все это хотя бы как-то развивалось. А почему? Почему я в этом оказался? Ведь у меня есть свой бизнес, дети, хобби. Как на это все выделить время? Для меня это был вопрос. Знаете, есть такая шутка про способ ведения или открытия бизнеса. Армянский бизнес. Когда подход такой. Ладно, вяжемся, а там разберемся. И вот в результате нескольких манипуляций, действий, отписок образовалось сообщество, которое называется страна Гурмания. Несмотря на то, что вроде как всю кашу заварил именно я, мне не хотелось в стране Гурмании быть единственным вершителем судеб. Ну или еще кем бы то ни было. Кем меня только не называли. Я подумал, было бы здорово, если бы люди между собой знакомились, делились знаниями, несли культуру китайскую дальше. До тех, кому это интересно. И потому были придуманы правила, что обязательно нужно писать комментарии, реагировать, участвовать во всем. Все сопротивлялись. Вы бы знали, сколько усилий мне стоило просто запустить этот механизм, когда люди начали мне доверять и доверять тому пространству, где они уже не боялись оставить комментарии, что-то написать. Они знали уже, что здесь все будет по-доброму. И вот я иду, меняя места, рассказывая вам тот путь, который проходила страна Гурмания. И наконец-то добрались до того места, когда онлайн онлайном, а неплохо бы что-нибудь и в оффлайне сделать. Встречаться, увидеть глаза друг друга, попробовать блюда друг друга, познакомиться. И первыми активистами, которые все перенесли, всю идею в оффлайн, стали Денис и Юлия Меркурьевы. Они создали в WhatsApp-е группу «Приморские гурманщики». Пригласили других туда людей. И вот, наконец, настало такое время, когда уже реально существует необходимость познакомить с гурманией мир за границами закрытого аккаунта Карпенко Чайна. Выложить видео в YouTube, в Яндекс Дзен, чтобы все, кто поддерживает наши взгляды, мог тоже присоединяться к нам и изучать одно из семи великих достояний китайского народа – китайскую кухню. Вот мы, наконец, добрались до главного. Третья встреча приморских гурманщиков. К ней были разработаны специальные бейджи. Бейджи были разработаны молодыми гурманщиками. И это очень радует, что молодые гурманщики так активно вливаются в ряды нашей огромной страны. В этот раз встреча состоялась в городе Артем на базе Лесное озеро 6 ноября. Кто имел опыт организации людей, больше трех человек, тот понимает, о чем идет разговор. А к чему это все, это говорю я. Только к тому, ребята, когда вы приходите в гурманию, или когда вы приходите в сообщество, встречаетесь в оффлайне, будьте добрее, будьте друг другу терпимее. Как говорил кот Леопольд, давайте жить дружно. Как всегда, все было очень вкусно. И нужно отметить, что третья встреча проходила на особом уровне организации. Потому что отмечалась особая радушия со стороны всех, кто на нее приехал. А приехало не менее 30 человек, не считая детей. 10 человек не смогли посетить, отложили до следующего раза. Были блюда и китайской, и русской кухни, но стоит отметить особо, что вот были, кстати, изготовлены и флаги. А вот Вера, ее торт «Слезы ангела» получился очень запоминающим. Потому что при его приготовлении Вера поранила палец. 23 шва, перелом. Даже ставили под сомнение, что Вера вообще могла приехать. Но все оказалось здорово. Третья встреча приморских гурманщиков, пожалуй, пожалуй, самая лучшая. Собралось очень много народу. Ну и вообще настрой был просто огонь. В конце концов, все остались радостными, подвели итоги года и на весну наметили очередную встречу. Ширится и растет гурмани. Когда смотришь в Инстаграме пост про такое сообщество, как приморские гурманщики, то всегда в комментариях очень много классных отзывов. Люди удивляются, пишут благодарности и так далее. Я надеюсь, что такие сообщества появятся по всему миру. Как ни странно, если есть два человека в одном месте, которых связывает китайская кухня, это уже повод собраться вместе. У нас нет никаких политических целей. У нас нет и коммерческих. Хотя я хотел бы, чтобы все гурманщики, все, кто как-то связан с ведением собственного бизнеса, объединились в отдельную группу. И чтобы мы могли и о них рассказывать. Ибо гурмания – это дело доброе. Ибо гурмания – это дело, которое делается с любовью. Ибо гурмания – это ядерная реакция, которая, к счастью, уже может двигаться и без меня. Хотя со мной, конечно, повеселее. Денис и Юля благодарят всех, кто нашел возможность и приехал на эту встречу. Ребят, ну и заключительная фотография на память. А новостей на сегодня больше нет. Как говорил один известный музыкальный ведущий из 90-х, Иван Демидов. Дальше были листы у него в руках, и он так кидал. Что будет у меня? А, да, подписывайтесь на все паблики, каналы, следите за гурманией, участвуйте, пишите комментарии, ставьте лайки. В общем, ведите активную социальную жизнь. Ибо социальные сети для того и созданы, чтобы коммуницировать, а не хейтить, обливаться грязью. Да зачем об этом? В общем, на этом все. Все, всем пока. Да, не бойтесь, здесь не кусаются. Хотя нет, правильный так сказать. Только здесь не кусаются. Всем пока. Я уже вроде бы все записал, все сказал, а потом вспомнил. Я же им не поблагодарил. Огромная благодарность Денису и Юле, приморским гурманчикам, этим маленьким паровозикам, которые тащат это сообщество за собой. Всем приморским гурманчикам, что находите силы объединяться и делать одно большое общее дело. А также всем гурманам и гурманищам, а также маленьким гурманчикам. В общем, всем, потому что вы вместе, вернее, мы вместе. Ну, теперь вроде все. Продолжение следует.